Отец Небесный, мы благодарны Тебе за всё. Мы благодарны за мир и радость Твоей совершенные и за Твою великую любовь, которая превыше всякого разумения нашего. Мы благодарны за дар вечной жизни, за Твое видение и помощь на всех путях наших и за Духа Святого, пребывающего с нами сейчас на земле. Дух Святой, мы благодарны Тебе за заботу и прости нам, если мы бываем невнимательны к Твоим наставлениям, да пребудем мы в славе и мудрости Твоей вовек. Мы любим Тебя, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, мои хорошие! Вы на канале «Тот, кто больше храма». Притчи «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, летажи нечестивых сократятся. Ожидание праведников радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Сегодня мы читаем деяния святых апостолов, главу девятую. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо б наделать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, «Я, Господи?» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савл. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему, возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошёл и вошёл в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился, и был, Савл, несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все, слышавшие, дивились и говорили, «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришёл, чтобы вязать их и везти к первосвященникам?» А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл, узнав об этом, умысли их, и они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его, ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришёл к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса, и пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил так же и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Пётр, обходя всех, пришёл и к святым, живущим в Лиде. Там нашёл он одного человека, именем Энея, который восемь лет уже лежал в постели, в расслаблении. Пётр сказал ему, «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Её омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Пётр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Пётр встал и пошёл с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Пётр выслав всех вон и преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он подал ей руку, поднял её, и, призвав святых и вдовиц, поставил её пред ними живою. И это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. В этой главе мы читаем, как свирепый гонитель церкви Саввл, идя с отрядом таким же ненавистников, христиан в Дамаск, встретил по дороге Иисуса, и его духовная слепота проявилась на физическом уровне. Но Саввл был очень искренне верующий и ревностный по Богу человек. И когда он повстречал Иисуса, то понял, что это действительно Господь и стал одним из самых горячих христиан и апостолом Павлом. Трудно было ему, с одной стороны, ему не доверяли братья-христиане, пометуя о его гонениях на церковь, а с другой гнали противники христиан. Но Павла уже было не остановить никому. Павлом были основаны многочисленные церкви по всей Европе, которую он прошел пешком, неся Евангелие Царства Небесного, язычникам. Павлом написана большая часть Нового Завета. Примечательно, что это самое маленькое и самое короткое молитва покаяния была проведенесена Павлом при встрече с Иисусом. Что повелишь Господи делать? Также мы видим, какие чудеса начали совершаться руками апостолов. И исцеление, и воскрешение из мертвых. И сегодня, спустя две тысячи лет, через молитвы верующих, Бог продолжает совершать великие чудеса. Слава Богу за Его великую любовь и милость. Начальнику хора на Гефсиманском орудии Псалом Асафа Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите Псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью, трубите в новомесячье трубою в определенное время в день праздника нашего ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя, из среды грома я услышал тебя, при водах миривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, ой, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведавший тебя из земли египетской, Открою ста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их по упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, что Ты дал нам Духа Святого, Духа Истины, Который всегда с нами. Дух Святой, мы благодарны Тебе, что Ты просвещаешь очи наших сердец, наставляешь нас на всякую истину, направляешь наш разум в постижение Твоего Слова. Ты производишь в нас желание следовать за Тобой, чтобы мы все преодолевшие устояли, держась за единственную истину, истину Твоего Святого Слово. Мы благодарны Тебе, что Ты каждый день меняешь и преобразуешь нас, и мы не остаемся прежними. Славим и благословляем Тебя, наш Господь, во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны! До встречи! Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok